Доброго ранку! Звучайно, самое позитивное завязание у нас. Звучайно так. А сегодня нечто сумуется. Кася, давай шукать причину твоего сумма. Ну ты мы справа, что причины нема. Так не бывает, Кася. А вот и бывает. Просто я прочитала один цикавый факт и отрывалась, что я не верю мне правильно себе поводжу. Ах, как это неправильно? Так, как? А вот так. Я в интернете прочитала, что сумм – это необходная эмоция. Что час от часу обовязково суммуют и дети, и дорослые. И ты выршила, что суммаешь недостатково? Менавито. Вы можете признаться, что я не верь мне много ведаю про сумм. Ага, обскакала я тебе. Разумник, знай шла тое, про что ты не ведаешь. Ой, вот видите, я суммовать совсем не умею. Кася, а чему это так необходно? А про это я, на жаль, не дочитала. Сторонку интернете, где я про сумм читала, сгубилась. Я ей больше не знайшла. Лестик, да поможи. За довольнением. Зараз я отшукаю отказ на пытание, на во что треба суммовать. И вам с глядачами все рассломачу. А мы что будем рабить у гэты час? Як что? Як ты и хотела, суммовать. Нет, я уже перехотела. Може, я нечто неправильно сразумела, коли читала. Да и вогу ли ведучей, лепшей, ранешней, забауяльно-познавальной программой для дяти сумм не до твару. Это вельми правильная думка. Али ты, Кася, меня затекавила. С вашего дозволения я усешу разберусь с этой суммой. Максим, передай мне нашего помощника, Калиласка. А пока ты, Лесик, будешь працавать, мы глядачам мультик уключим. Ха-ха, судовная пропанова. Кали у когось из вас, сябры, настрой не вельми добрый, ранешний мультфильм я его обовязково полепшить. Лесик, читай, Максим, уключай, детки, глядите, а Кася веселись. Ух, усё ж таки, быть у добрым настроем мне больше подобается. Усё, я закончу выучать это питание. Сябры, для тех, кто только до нас долучился, Лесик разбирался. Те не обходно час от часа суммовать. Вась вы, як думаете? Детки думать по-розному. Давайте тогда выслухаем Лесика. Оказывается, сумм – мощный мотиватор для досягнения металл, например, у спортивных споборництвах. Як гэта? А вось так, коли ктось ци проиграў и засумаваў, ё не захоча больше сумаваць. І вельмі постарайцца ў наступны раз перемахчы, зразумела. Максим, ты, як спортсмен, з гэтым згодны? Думаю, так. Вось вам і карысьць ад суму, ён падштурховывае дзейничыць. А-а-а, вось як. А ёшче, пакуль сумуеш, думки становятся повольными і лягчаец шукать свае помылки. А-а-а, дэк вось шаму, калі я с тобой пасваруся, і мне сумна, празнікаторый час я разумею, што прычына для размава была не надто сурьёзна, і трэбавало помирыцца. Значыцца сум, да я махчымыць падумыць. А-а-атрымліваецца што так, але толькі лёгкі сум. Ёсць наба такая хитраць. Складаную контрольную лепш писаць ў крыху сумным настроек. Гэтада памагае робіць ўсё павольній і тому дакладній. Ха-ха, прадумала! Яшча вершы ці музыку лепш прадумваць ў крыху сумным настроек. І ана тады отрымлівацца такіми лирічными, такіми узнёсвыми. Гэта гучыць лагічна. Так што ты, Кася, ўсё правільна зразуміла. Часа-час ўсумаваць карысна. Восьмай ўсё і высветліли. І я, як звычайна, малай жын. Гэта бе спрэчна. Але я дакладна ведаю, што час, калі у фір ідзе добрарана, гэта не ў якім разі не час для суму. А я ведаю, што нам зараз робіць, каб канчаткова забыць про сум. І каб узняць ўсім настрой. Я, я ведаю, мы запрашаем глядачоу на цікавы ранішній мультфельм. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, не могу. Якія смешная-такія великие. Ой, кранальнэя. Лесик, ты про кого говоришь? Это не ответливо! Ты сам на когось смешного и кронального глядишь, а нам с глядачами не показываешь! Да я как раз сбирался это сделать. Когда шукал отхаз на пытание про сумму, мне требовалась подборка, какая лечить от суммы. Сдагадайтесь, чие фотосдымки я сбираюсь вам показать. Смат вариантов, Лесик, тяжко будет догадаться. Соправды, смешными и крональными могут быть ведомо зайчаняты, а ящи котики, мышаняты, мои любимые, капибары и навод, да кто за угодно, вось. Доброе, хлопить гадать, лепш поглядеть. Пропануй в вашу вазе подборку собачек. Ой, собачек я люблю! И мне собачки вельми подобаются. Олег, это не просто пёсики. А якия? Мы ранее показывали у доброранку шмат собак, тых, які усмехаются, гуляют, а узгадывали самых маленьких и самых великих. А зараз поглядите на гадаванцев, які выросли такими великими, што здявили навод своих господаров, але яны зовсім не отчувают сябе гигантами. Вось гэта Бен, у яго, як и у ягонага господара, ёсть борода, і рост у Бена з господаром ад ноль кавы. Нічого сабе, які яны подобные. Уявляю, як весело тым, хто спыняется на светлофоры побыч з машиной Бена. А тут мы бачим пёсика, які захотел до господара на ручки. І не важно, що господара, а май не відач падін. Сабачку на ручках вельми утульна. А, вось шаму ты гаварыл, кранальныя. Гэта пёс, а май як мишка по помера, а так сама хоча на ручки до господара. Хто дым ў тебе наступны, лече? Далей мы можем познайоміцца з юки. Ого, як і ёлк великий, як волк в сказки. Великий, а я вельми добры. А вось хэты, малыш, не глядзючы на померы, палахливы. Што я гонаполохал? Ні що, а хто. Хон чакая приёма ветеринара і крышечку хвалюється. Ха-ха-ха-ха-ха. Такі великий, а доктора баїться. Великий і собачки маюць любіме цацки. Любець обдымаць з гасподарами, гуляць з малюсенькими катянятками і собачками. Каратей кажучи, гэты великий помер робець гэты годаванцам толькі більш миламі. Лесик, твоя подборка сапрауды створае добры настрой. А у Мацулі моєго цікавым ранішнім мультфільмам. А зараз я хочу показаць вам приклады того, што можна назваць учынками з великой літеры. Лесик, ты нічого не пераблыдав. Учынок пішыцца з маленькой літеры. Калі ты поглядзіш на гэты ездымкі, Максим, ты зразуміеш, я не помэлиўся. Ну давай, давай, разумнік, заэндрагавал, паказвай ўжо. Вось, чалавік ратой от паводки маленьких качанят, ён трыма их на голове. Чалавік і сам у небаспешній ситуацій, а лепашка давал малых. А вось, а вось герой, який выратывал от паводки маленьких пёсіков. Паводка гэтажах, а на фото сапрауды герой. Сабачки вырастуть, ямы лепшу не сябрали. А тут, глядіці, хлопчыки выратывалі маленьку овечку. Ой, як добра, што овечка апынулась і на беразі. Я так за яе хвалявалася. Усё, вырашэна, я заража шукаць, пайду, де і кому потрапується моя допомога. Кася, так справа не пайде. Чому? Я показал вам гэтэ фотосдымки не для того, каб вы бегли адразу ка гостя ратаваць. Гэтым павіны займаця дорослые. А лепш заўсё в ратавальнікі. Сябрик, калі на ваших вачах хтосья трапив у небезпешнію ситуацію, трэба выкликаць профісіоналу. По номарах 112 чи 101. І не ў якім разі не разыковаць своім життём. О, я зрозумела. Я буду завсёду ходзіць с таліфоном. І калі што, адразу паталіфаную в ратавальнікам. І макчыма мене узнагородзюць за мой подвіг. Кася, ты малайчына. За твоі добрыя намері я пропоную черговый мультик. Так, пробачся, а лі я пабегла шукаць і не потрэбна кому да помога в ратавальнікав. Телефон со мной. До вечора не вернуся. Чакай, Кася. А с гріночами розвітаться? І домовиться про нашу наступну зустрічу. Добре, тільки хутінько. Сябри бувайте, зустрікаємся як за усе дізранку. У нашым доброранку. І на закінчання я вам включу яше один цікавий мультфильм. А я пабегла. Ой! Эй, чакай, Кася, я с тобою. І я з вами, не почекайте. Дякую. Субтитры создавал DimaTorzok